Добрый вечер, дорогие любители киберспорта и промокодов! Сегодня на повестке дня финал восьмого блица, в котором на такой карте как Пармы встретятся два замечательных коллектива, Woodpeakers и Dream Squad. Транслировать это противостояние будет Immortal Hero Dove, а комментировать я, мистер Бутерброд и мой коллега Чёртик Еретик. Чёртик, привет! Привет, Бутерброд! Привет всем! И мы начнём эту Парму, замечательный финал в Уции и ДС, как всегда. Потрясающий финал! Я уже предвкушаю, что будет очень интересно и очень эпично. Так, давай сразу, пока не забыли, скажем, что в группе стрим ТО ВКонтакте было проведено голосование. И по итогу этого голосования зрители отдали предпочтение команде Dream Squad. Со счётом 56 в процентах 43 именно эта команда победила в этом голосовании. Ну и сразу у меня вопрос к тебе. Я бы не сказал, что большой вообще процент и можно в уверенности доверять зрителям. Я бы доверял всё-таки скиллу игроков. Вот. И в связи с этим у меня закономерный вопрос. Уважаемый Чёртик, а что ты думаешь по этому поводу? Знаешь, мы сегодня пытались играть стреньку небольшую с вутсами на Парме. Ну, потом Парма прервалась, и мы пошли на Кунгур. Уже не с вутсами, конечно, но было нормально. Я думаю, что ребята готовы. Ладно, это была такая не о чём вообще. Начало раунда, короче. Да, ну давай тогда сразу быстренько пройдёмся по составу, потому что раунд уже начался. И вообще-то мы отложим это, потому что Богдан хорошо пытается возить вместе с Вариком. Только три игрока, вот уже два из красных, находятся на карте. И, видимо, это определённого рода проблема у Dream Squad. Дроп. Выпадает дроп. Сейчас от того, насколько хорошо законтролят одни или другие дроп, будет, собственно, зависеть итог, во всяком случае, этого воза. Ну, знаешь, вот Тони Кросс уже с ДДшкой плейхарда разобрали, а флажок от Вуди может подбирать. Он это делает? Нету, нету никого, кто бы мог слить. Вот, наконец-таки сливают. Нужно забрать ДАшку. Если смогут сейчас вутсы хорошо отконтролить ДАшку, то это будет доставка. Ты очень хорошо заметил, что Тони Кросс ДДшный. Я напомню, что был и Персон ДДшный. И, собственно, эти два игрока сделали всё для того, чтобы вутсы за минуту в первом раунде доставили флаг. Это удивительно. Согласись. Ну, знаешь, их было в меньшинстве. Я говорю про Dream Squad. Их было в меньшинстве. Наверное, может, и поэтому они смогли у нас пропустить флажок. Сейчас есть плейхард, который в дефе у нас один остаётся. Есть слай на броне. Ну, слай, скорее всего, разберут. Да, Кам это делает. А Персон будет пытаться флаг увозить. Ну, его тоже разобрали. Ну, да. Пять игроков сейчас находятся на карте от Dream Squad. Вероятно, что у них какие-то проблемы с этим. Ну, раз такое дело, то я думаю, что самое время пройтись по составам. Что ты выберешь? Пятерых красных или дятликов? Да, я выберу дятлов. Это Кам, Тони Круз, Богдан УКР, Украин, Вудидов, Варио Флайт и Персон. Я вынужден тебя исправить. Это не Кам, это Сом. Это Сом. Я прошу запомнить это. Ладно, ладно, прошу прощения. Сам он может как-то говорить, что это нет, это не так вообще. Но, знаете, это Сом. И, кстати говоря, хорошо отыгрывает Сом. Я бы сказал, как рыба в воде, он себя чувствует. Пока что. Но я сразу перейду к красной команде. За них сегодня будет отыгрывать PlayHardGoPro, он же LastDream, 4e Classy, K7, Sly и NewWay. Очень хорошие игроки. Если бы их еще было немножечко больше, я думаю, у них бы все сейчас получалось гораздо лучше. Ну, а пока Богдан, ДАшный, спокойно возит флаг. И PlayHardGoPro только сейчас его замечает. Но ничего он тут сделать не сможет. Ну, тут очевидно по карте, что доминируют полностью Дятлы. Сейчас практически никого на карте из красных нет. Вот они начинают респиться. Но и сразу уходят на респ. Ну, знаешь, Тони у нас забрал вторую ДДшку уже на этом подъемчике внизу. Поэтому это логично, что именно так ребята смогли это сделать. Вот сейчас 2-0 у нас будет. Скорее всего, Богдан сможет дотащить. Ух ты, хороший, хороший фокус от DreamSquad. Посмотри, несмотря на то, что они были в пятером. Ну, как были, они сейчас в пятером. Но не будем о плохом. Да, кто-то у них там отошел. Ну, парень со званием маршал продолжает усердно помогать своим тиммейтам. Ух ты, посмотри. Как интересно. Вуди Дова сливают. И Персон тут. Персон мстит. Персон кусает Нивея. Будет он его кусать? Да, конечно. Не по-христиански это. Как-то нехорошо. Я считаю так. Если у тебя слили одного тиммейта, подставь другого. Но, господа, сливать, мстить. Мы же не по ветхому завету живем. Ну, в любом случае, Персона тоже слили. Теперь уже... Да, ничего не изменится. Кого я обманываю? Пока пять дримсквадов находятся на карте, будут доминировать дятлы. Да, следующий дроп у нас уже падает на карте. И, кстати, водокачку неплохо занял слай у нас. Нивея будет на... Я бы сказал так, да. Пытаться выходить в атаку. Хотя у них там проблемы с дефом, да. Большие проблемы. Обрати внимание, как хорошо сейчас Вуди Дова слил Нью Вей. ДДшку он забрал. И еще по ДАшному отыграл. Ну, несмотря на то, что их пять, стреляют они по-прежнему замечательно. Это видно сразу. Да, ну вот, наконец-таки начали отжиматься красные. Видимо, они подобрали ключик к такой игре дятлов. Хотя это, конечно, очень сложно. Хотя бы пока что не увозят дятлы. И это уже хорошо. Полраунда уже позади. Счет 2-0. Ну, и ничто не предвещает увоза или хотя бы захода от красных. Сейчас ребята, думаю, соберутся и все-таки смогут что-то противостоять. Все-таки красная сторона, как ты говорил, кустик. Естественно. Да, должна помочь им даже в таком составе, то есть в меньшинстве, флажок стащить. Хотя сложно, да. Я думаю так, что кустик может заменить какого-нибудь игрока среднего уровня. Но у Dream Squad'ов-то все профессионалы, поэтому тут кустик не поможет. Тут надо 2 кустика. Ну вот сейчас мы видим, как неплохо так Варио положили в минус. Ух, и Пёрсон решил косплеить Варика. Тоже он ложится в полуминус, правда. А ребята, кстати, из Вудсов заняли снова водокачку, неплохой контроль. Заняли. По-моему, они оттуда особо и не выходили. Посмотри, как интересно. К7 чуть не лег в минус. Да, ну, дэлит он нажал. И сейчас смотри, Пёрсон заходит на абсолютно пустую базу, будет сливать Нью-Вэя и снова пытаться увозить. Ух ты, хорошо уходит от рельсы К7, но должны тут его добивать. Слай, слай, это слили, сбили всем рельсы, и Пёрсон может спокойно уходить. Нью-Вэй тут есть. Нью-Вэй что делает? Нью-Вэй тоже слил, кстати, Варио. Неплохо так на дэхе отконтролил. Есть PlayHard GoPro и 4-класси. Два игрока дэдэшных. Так же, как и у синих. Собственно, есть Тони Кросс. Он на дэдэшке находится так же, как и Варик. И вот тут интересно, кто кого перестреляет. Правда, у Тони уже заканчивается, 4-класси погибает. И снова продолжается увоз. Отлично, Сом выдает рельсу 4-класси, шикарную рельсу, предупреждая его выстрел. Ну и будет увозить. Очень грубо сейчас играют дятлы. Не дают они сопернику даже вздохнуть. Только появляются игроки красных, сразу уходят на респ. Вот смотри, сейчас втроем они пытаются отжимать, но персон, персон, неважно. В общем, заканчивает он это страдание своих соперников. Очень сложно сейчас приходится красным. Нужно им подумать над своим поведением. Это все-таки финал, господа. Никто не обещал вам легкой игры. Да, но все-таки с помощью паровозика небольшого Богдан смог дотащить флажок. И ребята сделали из вутсов еще 3-0. Сом, кстати, пытается уже третий флаг тащить. И, ну, четвертый, точнее, да, четвертый, прошу прощения. А Богдан у нас на водокачке был разобран. Теперь у нас ребята из Dream Squad пытаются выдвигаться вперед. Хотя у них плохо это получается. Аптеку хоть все законтролили. Да, ну, судя по всему, не надо здесь быть оракулом, чтобы предположить, что в конфе красной команды происходит определенного рода коллапс. Во всяком случае, тяжко им сейчас определенно приходится. И, ну, я не знаю, что тут нужно сделать. Хотя нет, знаю, добавить еще одного игрока. К счастью или к сожалению, в пятером у нас можно выступать. И за это ТП невозможно дать. Но пытаются бороться, это уже похвально. Да, ребята из Dream Squad немножко пока что как-то себя не очень хорошо чувствуют. Да и вообще игра 5 на 6 не для наших трансляций, да? Ну, да ладно. Выбор небольшой. Да. Третью щитку показывать. Ну, посмотрим. Потому что 4-0 это, конечно, сильно. Я искренне надеюсь, что сейчас на вот этом небольшом перерыве Dream Squad смогут собрать команду, полноценную команду, ну и уже дать отпор Вудсен. Да, хотелось бы увидеть кого-то там еще, например, того же Last Dream'а. Так, Last Dream на карте. Last Dream это, я напомню, PlayHardGoPro. А, это его мульт? Да, это его мульт. Я так не в курсе был, да. Трансфер вышел, а PlayHardGoPro, то есть этот же Last Dream с другого аккаунта, взял капитанство на себя. Там есть еще Санкт-Петербург или, по-моему, Октай, да? Октай может зайти, в принципе. Да. Кстати говоря, и Окти тут очень бы помог. Но смотри, как интересно. Сом уже в наглую возит флаг своих соперников. Реверс, я бы сказал, он тащит просто. Да, да, именно так. Ну, правда, времени у него явно не хватит. Пару секундок остается. Ну, я думаю, что сейчас надо подумать над своим поведением красным игрокам. Я уверен, что они это сделают, сделают определенные выводы. Ну, и будем наблюдать, что будет дальше. Так, хотелось еще рассказать, что у нас после этой трансляции будут розыгрыши промокодов, как всегда. Во время трансляции их не будет показано на экране, но зато после трансляции, конечно, мы его разыграем. Так что, также не забывайте, кто у нас был вчера на трансляции, то мы рассказывали. Если будет 300 зрителей, то сегодня на трансляции мы разыграем 50 тысяч кристаллов, а если 500, 100 тысяч. На минуточку 100 тысяч. На дороге не валяется. Главное не забывать подписываться на наш канал. И что еще сделать? И, да, открывать подписки, заполнять форму. И, конечно же, зовите своих родителей, мам, пап, открывайте с телефонов, с ноутбуков, со всего, что можете, нашу трансляцию наполняйте. Зовите своих друзей, одноклассников, одноклассниц, и, собственно, будет вам счастье. Обязательно, заполнив форму, проверьте, есть ли у вас подписка, чтобы не было, как это бывает обычно. Но я думаю, что зрители точно все поняли. Поэтому мы будем возвращаться пока что к матчу. И, кстати, твои мальбы были услышаны. Окти заходит на карту, и сейчас будет Dream Squad'ов ровно 6. Это меня, безусловно, радует. Первый раунд они безвозвратно потеряли, но будем смотреть, что получится тут. Остается 15 секунд до начала, и за синюю сторону придется им начинать. Да, кстати, зашел Окти, все-таки получилось у него это сделать. И будем смотреть на игру 6 на 6. Ну, Окти сразу занимает книжечку, поближе к флагу своих соперников. И, собственно, я что хочу отметить. Форик Ласси уже из раза в раз занимает вот эту позицию около своей ДДшки. Он очень хорошо ее контролирует, и сейчас Дятлам нужно как-то с ним бороться, нужно его фокусить. Да, Окти будет уже подхватить флажок, он на одну риесу буквально, но от ветки не вылетает. Есть Тони Кросс, который, кстати, на ДДхе немножко промахнулся, есть Персон и Богдан на перехвате. Персон, да, Персон должен добирать его, не должен он отпустить, да, все очень грамотно он сделал. Смотри, Богдан ДДшный, какой хитрый Богдан, он выдержал еще одну рельсу. Персон отличную позицию занял, и между тем вернул флаг. И про стрел, как он шикарный выдает. Да. Кстати, у ребят из вутсов есть дроп, фуловый на респе, а Персон его как раз таки отнял у Dream Squad. Шикарный сейчас заход, вот так вот выехал он, чтобы вернуть флаг, а в итоге еще и нервишки потрепал своим соперникам. Посмотри, он как, как нагло сейчас, и как красиво играет Персон. Все-все-все забрал вообще на чужой базе. Шикарно. Да, потрясающе он сейчас зашел, но смотри, слайд-то пытается увозить нитровый, и пока что нет никаких предпосылок на то, чтобы ему помешать. А, ну ты прям, знаешь, под руку ему сказал, и парень перевернулся в полете. Как-то ты знаешь, я много, я сглаза учился у Варика, и, видимо, успешно. Персон, Персон, молодец. Персон вместе с Тони Кроссом и с Самом увезет. Но также Синий увезли, и, в принципе, можно сказать, что у нас первый в этом матче полноценный размен. Хотя только это сказал, естественно, опять заглазил, и слайд возвращает флаг. Смотрите, теперь уже красный. Багдан закрепил плейхарда, и у нас есть, возможно, возврат от Тони. Должен быть возврат. Нет, хорошо, по фокусу отыгрывают Синий, и что это сейчас будет? Должен врываться Варик и Персон. Они хорошо сейчас отстреливают. Сом, пожалуйста, стрелять. Я-я-я, К-7 у нас. Отлично. К-7 слили, Вуди тоже слили дэхо. Сом поехал, а очень зря. Нет, Сом может... Сом вернулся от анализа. Чуть-чуть ему не хватило. Плейхард в минусе. Ты из ДДшки видел, как его положили в лидер? Да-да, это, конечно, сильно. Ну, что? Нельзя им давайте позволять дятлам распускать свои крылья. Неплохо Тони уворачивается от рельсы. Персон у нас на ДДхе, К-7 сливает, а в фореклассе ждет, выжидает ДДшечку свою. Обрати внимание, Вуди Дофф хорошо зашел, нужно выдавать рельсу отлично, Персон сливает Нью Вэй, будет Вуди Дофф увозить. А на другой стороне все отлично у дятлов, есть, правда, Плейхард Гоу Про, он ДАшный, но ДДшного в фореклассе тут же слили. Как ты думаешь, будет ли участь Плейхард Гоу Про такой же? Я не знаю, но вот вижу, Вуди сейчас броню еще подобирает, и у него большие шансы на довоз. Вот Нью Вэй остается Плейхард, ну, в принципе, есть, чуть-чуть потормознуть. Он еще пытался, да. Ну, доставка. 1-0, дятлы тащат, а Варриор уже второй фореклотилы тащат. Это Варриор, Варриор знает, что делать. Турбо Варриор, он уворачивается от рельсы в фореклассе и будет вместе с Богданом увозить. Ну, ты знаешь, мне сейчас очень нравится, как отыгрывают дятлы. Они, в отличие от Инвенсибл, которых мы видели ранее, они хорошо отыгрывают и в атаке, и в дефе. Ну, то есть, нету такого, что если они уезжают в атаку, то в дефе также пусто. Нет, постоянно там находится как минимум один игрок, правда, сейчас этого игрока сливают, и вот уже небольшие проблемы у дятлов, потому что заболевает лохалку. потерял флажок, две рельсы вытерпел, Нью-Вэй пытается уходить, есть, фореклассит в углу. Нью-Вэй, что происходит? Смотри, Сом слил Тони Кросса, Вудидов слил сама, Нью-Вэй лег в минус, такая вот череда фейлов произошла у нас на карте, и я сейчас не знаю, что происходит. Флаг синий лежит, совершенно без присмотра. Да, неплохо так расконтролили красную базу, но и подступы все от синих были разобраны, поэтому сейчас... Хорошо, извините, я перебил, но Богдан отлично слил ДД снова, хоть и поплатился своей жизнью. Слушай, я не припомню на вот этом в лице на парме такой долгий размен. Возможно, он даже решит исход этого раунда. Долгий размен? Ты это называешь долгим разменом? Да, я, правда, начал было уже думать, что он протянется еще хотя бы две минутки нам подарят игроки, но вот так вот 2-0 очень быстро, очень легко вернули красное, наверное, быстро и легко я поторопился, но все же приятно. Я считаю, это было быстрого зрада, Богдан сделал свое дело, вудсы, красавчики, но Dream Squad'ы не теряются. Это не 5-0. Dream Squad'ы, да, Dream Squad'ы, я думаю, потерялись в прошлом раунде, они много маны истратили на свой деф, нужно им сейчас выпить парочку зельев удачи и идти с Богом в атаку. Ну вот Слай и Нью-Вэй хорошо заходят, нужно помочь выдать Богдану рельсу. Эх, Нью-Вэй промахивается, а такая потенциально хорошая атака Персон. Посмотри, Персон сейчас просто уничтожает, он аннибилирует все респы синих. Тут, конечно, его сольют, но Слай, Слай тоже хорошо заходил. Есть Форикласси, есть К-7, и по итогу они должны разменяться, да еще и хорошо разбивают они кроссу. Как ты считаешь, будет ли тут увоз? Должны пытаться, Персон, кстати, уклонился от рельсы, он последний Надежды своей команды, пока что Надежда погибает. А Богдан есть снизу, он ДДХу может отконтролить его. Вот только сказал, Окта его сливает, форикласси, уже тащит по респам. Ну, хорошо, пока что тащит, потому что все дятлы на респе. Один Персон остается и хорошо выдает. Как же хорошо стреляет сегодня Персон. Молодец. Ее еще аптеку забрал, все делает он шикарно. Правда, сейчас промахнулся по форикласси, ну и тут его слил. Слил PlayHard GoPro. Нужно одну рельсу выдать. Отлично выдают. Вот это да, хорошие сквозные летят отовсюду. Могут оттащить ребята. И да, 2-1 уставьте на табло. 2-1, но полторы, две с половиной прошу прощения минуты остаются до конца раунда и нужно поднапрячься синим, чтобы выиграть. Я не говорю конечно сравнять счет, но чтобы выиграть нужно поднапрячься. Да, хороший контроль отримсквадов и теперь они могут подобрать флажок пытаться. Пару минут назад. А, кстати, Персон с Вуди заходят у нас. Но да, Ка-7 тоже хорошо заходит и увозит. А вот у Вуди и Персона вряд ли там что-то хорошо получится, потому что там сразу три дула в их сторону смотрят. Ну, PlayHard GoPro, вернее Ка-7 уже довез до своих респов, и если Тони не вернет, то это будет подбор. Нет, Тони должен вернуть, там только Нью-Вей снизу, который его нечего бояться. Тони успел он вернуть, успел, но хороший рельсу Октя в любом случае выдал. Ну, смотри, Дятлам остается буквально минутка дэфа, ну, полторы минутки, и Сонг там уже пытаются выжить. Все, супер, Нью-Вей выдаст одну рельсу, там есть ответная рельса тоже влетела. Нью-Вей слили, Октя слили и Сонг можно выдвигаться наверх. В данный момент я бы сказал, что даже больше синие игроки владеют картой. Слай находится на респах, он пытался увозить флаг, есть Нью-Вей дэшный и еще PlayHard GoPro дэшный, к тому же Дашка у них на респах падает, его будет забирать слай. но определенного рода проблемы есть у игроков Woodpeakers. Да, К7 на флагу, в целом хп уходит, не попали по нему ребята из вутсов, Нью-Вей на дэдэхе доминирует до сих пор еще. Сливает Богдан хорошо сливает и тут же получает октя не дэдэшно, но все же рельсу. Есть Варик, Варик будет подбирать этот флаг и пока что обе свои водокачки отжали красные, будут они добирать слая и все у них в целом и в общем хорошо, хотя конечно могут вернуть в принципе да, кто не даже не в ту сторону смотрит. Но будет сейчас контроль от PlayHard слили есть Furio Classes которого кстати Богдан может попытаться слить Персон хорошо как Персон увозят смотри очень легко доставлен 3-1 10 секунд до конца вудцы все-таки вырвали флажок еще один смогли Главное чтобы это не ударило по аморали Dream Squad еще и слай у нас так падает в минус на последней секунде обидно досадно но ладно ждем что будет в третьем раунде посмотрим пока что я бы сказал что тут уже нет такой доминации от дятлов хотя конечно потерялись у нас по ходу раунда Dream Squad я очень надеюсь что они сейчас могут собраться и дать отпор своим пернатым противникам сейчас спрашивают где 300 зрителей ну я вам скажу легкий ответ не звали никого никто не придет логично да то есть позовите друзей будет 300 зрителей почему бы нет я бы сказал как я бы выразился сейчас словами наших подписчиков которые пишут чати изи промокод так вот это будут изи кристаллы ребята зовите друзей зовите зовите уже я с двух устройств смотрю эту трансляцию давайте поднапрячься надо а сколько если не секрет у нас сейчас смотрят зрители 120 человек 120 человек ну тут нужно поднапрячься уже 142 ты смотри как быстро вырастают показатели сразу бы так ребята ну я бы сказал что люди которые пропускают этот матч пропускают многое потому что я напомню это финал восьмого блица и сейчас во многом зависит то сколько очков наберут эти команды собственно уже от этого в свою очередь зависит как далеко команды поднимутся в регулярной таблице рейтинговой ну в принципе этот раунд должен хорошо повлиять на дрим складов они должны уже брать победу если хотят побеждать должны обязаны кстати не помню говорили мы или нет вообще на какой-то трансляции произошли у нас изменения в правилах и теперь сомничтожение происходит не в 10-15 а в 10-12 для того чтобы игроки у нас могли быть спокойнее чувствовать не так агрессивно но и во всяком случае это работает я хочу сказать что да пока что я не видел чтобы давали до 10-0-0 рельсы и это радует обрати внимание как спокойно сейчас вудедов вальяжно уходит его встречает Дашни Персон а на перехвате один в форе классе Дашни Персон уважаемый он все делает грамотно он предупреждает мои упреки Вуди утащил флаг Персон подхватил и ребята из вудсов пытаются доставить да но с другой стороны есть в фореклассе есть слай слай может помешать хорошую он выдает сквозную рельсу ну и сейчас отличный фокус слай ты вернет нет слай что ты сделал это был победный флаг слай помог своей команде ощутить этот вкус реванша вкус камбэка я надеюсь они распробовали как акулы кровь и сейчас быстренько ворвутся в игру давайте я вас верю ну же никогда не думаю что буду говорить это на трансляции где играет какая-то команда против дятлов но ребята поднажмите нагните этих дятлов хотя бы чуть-чуть так ну я думаю что у них должно что-то сейчас получаться потому что 4 игрока синих находятся на правом фланге и ньювей с плейхард гопро будут тоже так же спокойно увозить этот флаг есть у ньювей аптека нужно аккуратно главное не подставиться под рельсу не минусануться как это любит делать ньювей да на ровном месте причем я бы сказал это из-за тебя все да ну ладно это из-за меня ньювей не виноват это я да плейхард у нас есть на водокачке которую никто не видит по-моему и сквозную может по персу выдавать а он хорошо выдает смотри вот он выдал правда не сквозную есть ддшный вуди он должен тут решать я знаю что он очень хорошо кемперит если постарается но пока что очень хорошо отыгрывают дримсквады они уворачиваются от рельс правда не все коту масленица вот наконец сливают их и есть дашка на их респах ой 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 был близок у нас конечно варил флайт не получилось с него вернуть опасно да продолжают ребята это делать перс у нас заходит сом подставился ддшный под ддшную рельсу своего визави и плейхард го про отправил его подумать на респ над своим поведением теперь уже варик как хорошо заходит варик никто не видит из красных и похоже варик-то вернет отлично варик зашел и вернул сом уже тащит флаг остается он на одну рельсу должны должны выдавать эту рельсу нет сом доставляет первый флаг но в третьем раунде снова открывают что-то дятлы ух ты топ топ довозов продолжается 6 минут до конца чуть с небольшим и форма кстати в чате так что начинаем заполнять да спешат у нас вы должны поспешить должны поспешить дримсквады ну посмотрим кто будет успешно потому что пока что игра как-то не особо у них клеится да я могу сказать так дримсквады если форма появится в чате означает что наш модератор уже чувствует что вы проигрываете поэтому не оправдывайте надежды опровергните эти мысли давайте тащите флажок эх сейчас смотри как хорошо все-таки дятлы отжимают вот эту левую водокачку раз за разом то сом то пёрсон то вуди приезжают туда но всегда там кто-то стоит если ты обратил внимание у нас дятлы очень хорошо играют по флангам в плане что они постоянно занимают и левой и правой фланг и даже на центре кто-то стоит ну а вот красные не находят себе места и за это отправляются искать его заново на респы эх сейчас варик ехал к нью-вэйу очевидно чтобы обнять его а нью-вэй его убил ну как нехорошо может быть нью-вэй интроверт поэтому не будем загадывать это что первая кстати стония 2ддшки держат на центре и это как бы называется удерживаем центр ну как они удерживают есть форик класс есть playhard gopro есть даже слайд и они сейчас очень хорошо будут заходить правда только playhard gopro битый давай капитан должен показать битый только он целый конечно спасибо что поправил ввел заблуждение вас супер рельса от варьера вылетела персом там есть на подстраховочке не надо вылетать рельсу там есть по-моему вуди хорошо как к седьмой выдал рельсу возврат то может быть помогите варьеру кто-нибудь нет не помогают тони пытаются увозить на одну рельсу вернулся есть сон сон забрал аптеку выдал хороший персом врывается просто смотри смотри а некому слить его да персом просто сделал этот бой и вернул флаг прямо на базе я бы даже не стал спорить с тобой персом он же персом по многому действительно сделал этот бой все три раунда он хорошо отыграл и вот нью-вей видимо испытывает определенные трудности выходит он у нас карты кивал он башни вертел и показывал что нет я не согласен с таким счетом но табло табло с табло не поспоришь и вот опять дятлы собирают дроп и будут аннигилировать своих соперников богдан и вуди доф снова заходят в атаку и пока что не очень успешно но весьма успешно заходит форик классе из лайф форик классе ддшный будет отстреливать как хорошо он сейчас выдал рельсу варику прям до дашки нужно теперь подбирать ложу будет уходить у нас в яму есть суппорт от кого же тони у нас на броня на броня единственная кто может помешать не закончился зарядка закончилась да надо ему съесть сникерс или что-то в этом роде по-моему фокусу разобрались с нью вэем варрио будет брать флажок уходить в яму есть аптека аптека тихонько говори он смог он смог аптеку да забрал нью вэй уходит вместе с варрио тут главное не спугнуть загасить его печальный факт это минус видишь сглазил я говорил надо тише 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 надо было говорить плейхард пытается он тоже дернуть флажок не получается буди буди подбирать а есть нью вэй кстати право фланга с фурию и он будет хороший контроль слили нью вэй есть фури класс и его кстати на одну рельсу варрио кто же выдаст нью вэй выдал но вернуть то некому есть октя октя дэдэшный он разрядился есть фури классе он также хорошо стоит но тут варик занял он его внимание на себя перетянул ну и хороший хороший фокус от дрем сквадов но перс он да ашный и перс он поставил наверно точку в этом раунде ну в этом уозе точно 2-0 господа да 2-0 50 секунд до конца и не забывайте заполнять форму потому что скорее всего этот матч уже завершается и мы будем переходить сразу к розыгрышу вот так а что если сейчас турбо режим включат у нас трим сквады за 40 секунд оставит три флага конечно ты вообще на парме играл хоть раз жизни тогда мне рассказывали мой дед играл на парме и говорил что такое возможно это еще когда был танковый союз вот такая большая страна сейчас конечно все по другому и собственно кам спокойно пользуется новым режимом кам спокойно увозит этот флаг ну тут уже да очевидно сдали свои позиции дрим сквада и сдали очень сильно ударило по морали вот эти первые доставки в первом раунде обидно ну что есть то есть во всяком случае можно точно сказать что победителем восьмого блица на самой скиллозависимой карте проекта становится коллектив вудпекерс с чем мы их и поздравляем да